Микс Ньюс Продолжается наш марафон, посвященный выборам в Рижскую Думу. Внеочередным они продолжаются. Напомню, было три дня предварительного голосования. Сегодня финальный день, до 10 часов работают участки. Мы это все обсуждаем на нашем сайте Микс Ньюс. Текстовая трансляция с самыми свежими новостями. В этом части у нас в гостях известный политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалл. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и по последним как раз данным, тут уже звучали и про, я имею в виду явку избирателей, данные, касающиеся явки, 32% все-таки я вижу, самые последние данные Центральной избирательной комиссии. Ну, вот и про явку, наверное, и спросим с самого начала. Насколько явка, мы просто тут и между собой это уже обсуждали, скажем так, явка может повлиять реально на сами результаты выборов? Да, в какой-то степени может повлиять, потому что это, в таком случае, если явка низкая, то преимущество получают те списки, у которых самый организованный электорат, а в этом смысле в Латвии, ну, можно сказать, два таких списка. Они на разных полюсах находятся, да, вот это Национальное объединение и Союз Русских Латвий. Ну, и в какой-то степени, конечно, есть какой-то электорат, который, наверное, в любых условиях проголосует за согласие, ему просто, честно говоря, деваться некуда. По инерции. По инерции такой, ну, такой, ну, а куда еще, да? Вот, а они получают преимущество в таком случае, потому что я думаю, что, ну, это феномен госпожи Жданок, который проходит в Европарламент, да, все-таки, вот вам, пожалуйста, низкая, достаточно низкая явка. И госпожа Жданок, вот она уже сторожила Европейского парламента, да. Да, чтобы никого не рекламировать или, может быть, не агитировать в зале, тем не менее, вот вас не удивило все-таки выбор вот первого номера списка согласия. С одной стороны, вроде бы, смысл понятен, человек не был, не участвовал к нему, какие претензии, ну, вот с такой циничной позицией. С другой стороны, ведь нужно понимать, что на первого номера всегда ложится большая ответственность, нагрузка, даже участие в этих дебатах мэров. Да, вот почему был такой выбор? Это отчаяние, это хитрый ход, это, не знаю, что ли? Я просто добавлю, что мы обсуждали Анни Тедаук, что была в этой студии, сегодня сказала, что, в принципе, сильных, как таковых, первых номеров, там, тяжеловесов, как можно сказать, их и нет. Помимо согласия, если не брать только эту партию. Нет, ну, вы знаете, я все-таки думаю, что целый ряд кандидатов, они достаточно серьезные люди, да, то есть, у меня нет такого ощущения. Ну, скажем, такое немножко легковесное впечатление оставляет, ну, скажем, госпожа Озуола, мне так кажется. Она все-таки явно... Не совсем готова, да? Не совсем на своем месте, не совсем готова. Даже жаль, потому что ее просто вот эти мужчины бросили, выдвинули и сказали, ну, давай. И она с таким, знаете, она немножко напоминает такую, так сказать, вспоминая свою юность, да, такую комсомолку, спортсменку, да, вот она с убеждением, вот мы воровать не позволим и так далее, да. Вот, а остальные все-таки, ну, если говорить о списках, ну, там все-таки люди достаточно компетентные. Я не говорю, что они люди первой линии, да, а вот что касается, возвращаясь к согласию, то мое впечатление такое, что это все-таки в какой-то степени продуманный ход. И продуманный ход, ну, примерно с такой мыслью, ну, давайте сделаем паузу, потому что мне так кажется, что в данной ситуации, ну, рассматривая любые, так сказать, варианты, да, ну, согласию не светит в этой ситуации, да. Коалиция не светит, и поэтому мне так кажется, что их расчеты случайно не так часто упоминают, и вполне обоснованно упоминают, говорят, а где вот, когда говорят, там, столько-то дел, вот эти дела. Да, мы знаем, что, ну, много чего произошло, и такого, от чего отмыться уже трудно, да, но в то же время, ну, вы знаете, есть какой-то элемент, несомненный, мне кажется, на это рассчитывает согласие, такого политического шоу, да, вот как госпожа Владова в той дискуссии упоминала, как раз об этом, да, говорит, что вот обыску Ушакова, да, около этого дома стоят уже люди с камерами. То есть, ясно, что, в данном случае, это действительно такой шоуап, я вот, мы покажем, да, вот вы знаете. Может, откуда бы они знали, да, что происходит. Да, откуда бы они знали, если бы им об этом не сообщили, с определенной совершенно мыслью сделать это публичным, а с другой стороны, а что произошло, а где, ну, где вот, когда господин Ушаков из Брюсселя переместится, скажем, я не знаю, в какое место, где у нас там эти такие серьезные люди сидят, да, или что-то вроде этого, да. То есть, я думаю, что подход согласия можно сформулировать таким образом, ну, вот выдвинем господина Чекушина, он действительно, ну, знаете, ну, можно сказать, бросается на амбразуру, да, он старается. Ему довольно трудно, ну, вот вчера были дебаты, видно, что он не всегда находит, ну, я понимаю, он, во-первых, волнуется, и волнуется даже на родном языке, ты не всегда слово найдешь, а тут еще все-таки, ну, ясно, что он, так сказать, не, это не такой, ну, native speaker, я об этом не говорю, а в том смысле, что он не совершенно свободно говорит, ну, он хорошо говорит, он понимает, он выражается, да, способен выразить свои мысли, но, тем не менее, ему трудно. И мне кажется, что, с одной стороны, здесь это, он везде, везде, везде играет роль громоотвода, потому что вот эти, сколько там, 13, по-моему, человек, которые из старого состава, которые, так сказать, знают, порох унюхали, да, но они все там где-то позади, да, не участвуют, не удел, да, так сказать. Ну, это, с одной стороны, то есть, на него, вот как на него во вчерашней дискуссии бросался господин Буров, там, уж так старательно, все время у него главный, кому он обращался, был господин Чекушин, да, вот я так заметил. Один электорат, да, видимо, да, да, но не совсем, но это, кстати, тоже интересно, да, 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 вот, а с другой стороны, мне кажется, все-таки, господин Чекушин, это человек, указыванный которого, согласен, может сказать, может как-то удовлетворить тех, кто, может быть, был недоволен, ну, такой достаточно примирительной позиции согласия в целом, как партии, и не только в Рижской Думе, но прежде всего в парламенте, ну, по отношению всем вопросам, связанным с языком, с образованием и так далее. Вот это такая двойная функция, которую, мне кажется, он выполняет, а остальное это расчет на то, вот пусть эти ребята сейчас поработают, а за это время будет что-то ясно, да, можно будет говорить, а, так сказать, а процессы где, а где вот эти решения судов? Предвыборное обещание – это такая отдельная вообще, серия отдельного, да, вот этого большого сериала предвыборного, и вот был у нас Андрис Берзинч на той неделе, бывший премьер и бывший мэр, и он вспомнил фразу Энера Репша «Как можно не обещать», да, и вот насколько, с вашей точки зрения, если брать, отличаются чем-то эти обещания, насколько они выполнимы, или все это тоже самое? Ну, знаете, я скажу честно, что, когда меня задают такой вопрос, я чувствую себя немножко неуютно по одной простой причине, что, действительно, тут надо знать уже детали, нюансы, и то есть это не просто вопрос, хорошо или плохо. То есть, в принципе, ну, кстати, что интересно, вот меня тоже заинтересовало в этих дебатах на первом канале Латвийского телевидения, когда просто речь шла о, ну, вот каких-то конкретных предложениях, то они все друг к другу соглашаются, когда они дают возможность задать друг другу вопросы, вот это начинается, а почему вы там 500 миллионов или что-то вроде этого, да, то есть, я бы хотел сказать так, что мне кажется, что, действительно, значительная часть это просто, ну, я не говорю о таких уже курьезных предложениях, вот этих микропартий, да, там об этом, наверное, серьезно говорить не стоит, да, но целый ряд вещей, которые, ну, скажем, ну, во-первых, здесь совершенно заметно, явно заметно то, что очень часто путаются все еще, казалось бы, об этом много раз говорили, те вещи, которые решаются на национальном уровне, те вещи, которые решаются на муниципальном. Но когда там бьют себя кулаком в грудь и говорят насчет, вот мы, так сказать, обеспечим там образование и так далее, да. Две тысячи, да. Не, ну, две тысячи это вообще совершенно курьезно, мне кажется, мне, понимаете, я, опять же, поймите меня правильно, не бью кулаком в грудь и говорю, а платите мне тоже, да, но все-таки сама ситуация, когда мы видим сейчас, как, ну, со большим скрипом, министерство вообще, когда на него надавили, оно сказало, ну, ладно, мы там 30 евро добавим, да, потому что сейчас именно то, что сейчас предлагается, да, вот эти две тысячи, со всем уважением к нянечкам и воспитателям детских садов и учителям, конечно, да, но, вы простите, но заработная плата профессора университета, ну, вообще профессора по латвийским стандартам полторы тысячи где-то там в этих районах. Это максимум, да. Да, максимум, причем это полторы тысячи за полную нагрузку, которую физически невозможно собрать, то есть тогда надо бегать по учебным заведениям, как это было в 90-е годы. И поэтому тут, когда мы закладываем такие совершенные диспропорции, да, ну, это просто приведет, в конце концов, к тому, что мы опять начнем чесать затылок и говорить, а куда мы зашли. То есть целый ряд обещаний, конечно, они просто, ну, не ясно, как они будут выполняться, хотя, с другой стороны, я думаю, что те, кто придет к власти вот в этой Рижской думе, можно сказать, в какой-то степени родились посчастливой звездой, потому что на них, на них, так сказать, польется, ну, можно сказать, золотой дождь Европейского Союза, то есть там довольно большие суммы, которые будут вливаться в экономику, они будут потом бить себя кулаком в грудь и говорить, мы это вот, мы обеспечиваемся. Смотрите, вот как дороги теперь мы отремонтируем. Дороги делаем и все, а там же какие-то, вы видите, сейчас судорожи начинают что-то делать, главное, чтобы эти деньги освоить. Так что, это первое, что я хотел сказать, а второе, это то, что совершенно ясно, даже сейчас, я могу сказать, априорно можно сказать, что, ну, в любом случае, управление Рижской думы будет основано на коалиции, и вот тут, конечно, это возможность, ну, всегда сказать, ну, вы знаете, мы очень хотели, да, но… Ну, мы же в коалиции, вот как в Симе, да, как в Симе, да, как и в Симе одного голоса говорят там определенные силы. Вот еще один такой аспект, который, может быть, мне бросился в глаза, ну, вот Рига, может быть, это я банальная вещь скажу, в принципе, это многонациональный город, мультикультурный, он всегда был таковым с момента его основания. И когда мы видим, что вот три из пяти правящих партий прямо в своей программе записывают, ну, я, может быть, чуть утрирую, но общий смысл такой, мы покончим даже с детскими садами муниципальными на русском языке, это они говорят избирателю, где 50 на 50, да, вот я не знаю, возможно ли такая ситуация, не знаю, там в Дании, где есть немецкое меньшинство, и в этом городе, где есть немецкое меньшинство, три ведущих партий бы сказать, слушайте, вы еще там на немецком детском саду говорите, мы это покончим, ну, вы за нас проголосуйте, но в этом же есть какой-то парадокс. Вы знаете, кстати, Дания не очень хорошая, у них несколько лет назад была довольно такая ситуация, когда они там сошлись лбами на этой почве, но все новые, я понимаю, мысль вашу, да, но я называю это политикой по принципу, как будто их здесь нет. Все, так сказать, никто грубости не говорит, ничего, да, но в то же время вот это, вот это единственное, что, кстати, меня даже в этом смысле приятно удивило, это то, что новая консервативная партия, которая в целом является такой партией одного вопроса, да, и госпожа Возово постоянно, так сказать, с воодушевлением говорит, когда мы будем там... Всех посадим. Всех посадим, так сказать, воровать не позволим и так далее, но у них есть вот это одно, когда они, по-моему, даже чуть ли не, ну, я не говорю о согласии, которые, естественно, и там, ну, а Союз Русской Латвии там тем более, еще больше, но вот из этих партий, которые сейчас представлены правительством, единственное, написали о том, что они будут не просто вот как национальное объединение и объединение регионов, да, альянс регионов теперь, да, когда они говорят, что вот мы, так сказать, будем обещать, чтобы они знали латышский язык, да, ну, так, немножко так, знаете, со сталью во взгляде, да, а они пишут о том, что вот они будут там, по-моему, чуть ли не о бесплатных этих курсах по изучению латышского языка. Ну, вот это, пожалуй, единственный такой немножко реверанс, да, а в целом, да, это, 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 я думаю, что еще, ну, наверное, лет 10-15 назад, но, в принципе, такой риторики бы не было. Вот это, в смысле, это меняется, знаете, медленно, но верно. Тоже не будем забывать, что сейчас мы на пороге Новой Рижской Думы, но мы прощаемся еще с Временной администрацией, которая, казалось бы, выполняла роль такого переходящего правительства, тоже назовем, да, переходящего руководства, но успела, и вот был опрос проведен, что жители негативно большинству оценивают их работу, успели они проезд вот в контексте пандемии, да, деньги, отобрать льготы, скажем так, да, и сняли с должности Вирцев, Сайратзевич, в общем-то, были такие громкие истории. Как оцениваете работу вот этих месяцев смутных? Ну, как, ну, во-первых, во-первых, заметьте, тоже, ну, это, конечно, это руководство, в общем-то, одной партии, вернее, одной фракции всей, не одной партии, фракции, Вемеря Атыстей Байпар. Ну, министра охраны. Да, да, и, ну, я думаю, об этом временном, как, управлении, да, Рижской думой, ну, наверное, никто лучше не сказал, что господин Тирсис, он так очень проехался по их поводу, что они, что, в принципе, и вот сама Залпетер, мне кажется, да, я могу ошибиться в фамилии, госпожа Залпетер тоже там появилась без какого-либо конкурса, просто как член партии, так сказать, была направлена на эту работу, да, ну, и, кроме того, здесь еще, тоже, конечно, сказать, тут всегда можно, и я не собираюсь, так сказать, клеймить позором, да, но сейчас не только об этом можно говорить, можно говорить и о том, что и Рижский порт, который, в общем-то, сейчас управляется человеком из Атыстей Байпар, да, но тоже результатами не блещет, да, так что я думаю, я думаю, ну, что касается, кстати, если говорить о вот этом временном, вы сказали о льготах, да, я все-таки думаю, что вот чего-чего, а отбирать вот эти льготы, наработанные в свое время согласием, я думаю, скорее всего, они не решатся, то есть как-нибудь они, потому что я думаю, что сейчас те, кто, по крайней мере, в программах это написано, да, что они, так сказать, ну, господин Буров-то заявил совершенно определенно, никаких вот этих не будет, но, в принципе, это проходит и у всех остальных, то есть я никого не заметил того, даже более, но... Ну, это было бы таким частичным самоубийством, конечно. Конечно, потому что тогда бы народ бы, независимо от этнической принадлежности, языка в семье, ну, наверное, бы сплотился против этого, потому что, действительно, если говорить, это очень близко к телу. Ну, вот по следам тоже предыдущего эфира, мы с прошлыми кандидатами в мэр и ныне депутатами Сейма говорили о том, что выборы сейчас пройдут, но потом начнется формирование коалиции, это даже зачастую еще более интересно, с точки зрения какого-то зрелища, да, политического. Вот у вас какой прогноз, там, господин Бондарс со свойственной ему такой, да, манерой сказал, что уже в понедельник все будет понятно, в принципе, или нас ожидает вот этот вот Сейв номер два, и сто дней до Нового года ничего не будет. Это зависит от очень многих факторов, ну, во-первых, это связано с тем, вот, как будет выглядеть, так сказать, нижний конец. То есть, ну, примерно, довольно, я думаю, не надо быть особо поднаторевшим в плане прогнозов, чтобы сказать, что от истибай пар и согласия попадут, да, скорее всего, национальное объединение тоже, да. А вот дальше начинаются уже интересные вопросы, кто попадет, а кто не попадет. Вот, и от этого очень многое зависит. Скажем, если не попадает новая консервативная партия, то я, в общем-то, думаю, что здесь уже вопрос не столько о коалиции в Лирической Думе, сколько о коалиции вообще, да, правительственной, потому что эти ребята не потерпят такого ущемления, так сказать, своих прав и скажут, ну, компенсируйте. Ну, как это уже было? Ну, просто в правительстве, когда вот это все тянулось очень долго, и в итоге мы увидели либералов и жестких консерваторов вместе, это было некоторым сюрпризом, удивлением и даже непониманием. Мы в Лирической Думе, стоит ожидать каких-то таких экзотических гибридов внутри одной коалиции? Или вряд ли? Красные линии сработают. Вы знаете, меня очень интересует еще вопрос, мы сейчас фантазируем, конечно, я ни шляпу свою есть не собираюсь, ничего не гарантирую, я просто фантазирую. Но, предположим, ситуация, ведь смотря на расклад вот этих по рейтингам, да, то там возникало такое ощущение того, что список Бурова, как он сейчас это без ложной скромности и называется всюду, да, вот, не, ну, вполне разумно. Видимо, понимаешь, что это более известное сочетание, чем ГКФ. Да, 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 вот, и, ну, действительно, он же с отрывом все-таки тоже по опросам опережает других в плане узнаваемости, да. Так вот, если, скажем, вполне возможна ситуация, когда год Скалпот-Рига превращается в такого кингмейкера, да, такого, ну, который имеет золотую акцию и говорит, вот, ребята, вы, я, так сказать, тогда вы будете, а если нет, тогда извините, да, не будете, да, вот, это возможно, да. А в таком случае мне очень интересно наблюдать, предположим, если попадает новая консервированная партия, госпожа Озово так это в Твиттере заявила, что Бурову в тюрьме сидеть надо, да, вот как это. С такой большевистской убежденностью, да, с такой убежденностью, что вот это и без, так сказать, без каких-то рассуждений о том, что будет дальше, да, вот, то я думаю вообще, что вполне можно ожидать даже еще более интересного процесса, чем в правительстве, потому что здесь, а что касается идеологических таких установок, ну, ну, простите, давайте возьмем, ну, тут же спирт, атыстый байпар, который, скорее всего, попадет, да, и тут уже следующий вопрос, а кто попадет? Или прогрессивная эта часть, или прогрессивная часть, или атыстый байпар, или пар тоже, это тоже три составные части, да, четыре, ну, если говорить из-за Оксана, четыре, да, 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 уже про них забыли, ну, ладно, да, 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 а тут это же вопрос. Это большая разница, но про прогрессивные я понимаю. Вы упомянули господина Бондарса, да, ну, так вот, в связи с этим знаменитым вопросом, может ли человек, который, ну, простите, профукал банк, да, быть, так сказать, стать на страже финансов, да, страной, да, страной, и тут же у них разные представления. Прогрессивные, да, у них разные представления. Вот такой вопрос может быть в какой-то степени философский, а может быть нет. Если мы посмотрим опросы на протяжении, наверное, ряда лет, мы видим, что вот уровень доверия к правительству, к парламенту, ну, и, видимо, к самоуправлениям не очень высокий, мягко говоря. С другой стороны, можно сказать, ну, да, ну, обычно избиратели во многих странах так вот относятся, но вот мы посмотрим, вот вы упомянули господину Озову, ничего личного, но вот если посмотреть только факты. Она была депутатом Рижской думы, год продержалась там как-то в оппозиции, потом сказала, ну, видимо, в оппозиции, я буду в Сейме. Продержалась в Сейме, наверное, сколько, два года. Веропарламент. Да, пыталась потом в Европарламент, там не удалось, опять возвращается в Рижскую думу, кто-то уже смеется, что, видимо, если что-то не так сложится, если пойдет в Рижскую думу, в 22-м году она скажет, ну, ладно, я здесь у вас тоже посидела два года, опять возвращаюсь в Сейм, потом, видимо, в Европарламент, и народ вообще не понимает, он выбирает кого, бегунков, да, или выбирает людей, которые реально будут хотя бы вот эту каденцию, этот срок работать. Это не только к госпожа Озова относится, это ко многим, да, вот мы видим, господина Бондарса упоминали, это тоже бегал, так сказать, по Сейме, Европарламенту. Да, и практически вся, чуть ли не вся фракция, а тыст, и Байпар, и КП, и новая консервативная партия, они вот такого рода. Нет, ну, во-первых, конечно, все-таки, если говорить о уровне доверия, но уровень доверия к самоуправлению всегда немножко выше, потому что все-таки это ближе, там где-то можно докричаться. Легче и так далее, да. А в том смысле, что, ну, действительно, это так, но за это, кстати, я бы хотел сказать, за это и приходится платить. То есть, избиратели иногда наказываются. Я думаю, что вполне возможно, они могут за это наказать, ну, вот этих выборах, новую консервативную партию, да. Если это, мы не знаем, попадут, нет, но если не попадут, то мой комментарий будет и под делом, потому что, ну, конечно, есть такое очень трагическое событие, что госпожа Острите, при всем отношении к ней, какой она была, так сказать, будучи живым, она была, она была, вот она вместе с Юрышем протащила, протащила новую консервативную партию. Несомненно, вот два человека. Зачем же они его сняли с дистанции, у многих возникнет вопрос, да, господина Юрыша? Сами новые консерваторы. Испугались, видимо, какие-то. Ну, вот это я не берусь говорить и не берусь объяснять. Но это было странно, согласитесь. Это было странно, потому что я думаю, что он бы все-таки мог выглядеть более серьезно. Тут мне просто иногда было жаль эту даму. А вот мы за 10 лет, прошедшие, привыкли, что у нас в Рижской Думе вот есть одна власть более-менее прочная, а эта же власть, ну, назовем, да, вот это формирование в рамках правительства находится в оппозиции. Получается вот такое вот противоречие. Здесь, здесь, здесь другое. Если сейчас случится так, что будут одинаковые, скажем так, силы и там, и там, это вообще существенно? Что-то меняет или это? Я думаю, что это меняет, потому что, ну, целый ряд вещей, которые, в которых упрекают согласие, что вот это не произошло, я думаю, все-таки в какой-то степени связано, в значительной степени, связано с тем, что как-то вот эта Рижская Дума и правительство, они не очень были склонны разговаривать между собой, да. И в этом плане, да, особенно если учитывать то, что вот эти, я говорю, деньги, европейские деньги, они придут, и тут куда их направить? Это будет интересно. Это важный вопрос. Будем надеяться, будем надеяться, я хочу надеяться, что какие-то из тех вещей, которые были озвучены, и в которых действительно многие списки были похожи, да, что они осуществятся. Я действительно, вот, например, я бы, хотя я теперь живу за городом, и поэтому, если бы меня спросили, я бы сказал, я в выборах не участвую, поэтому, да, я, так сказать, приписан к, ну, я живу около Салкраса, но они же, ага, значит, у вас есть, тогда вы в следующем году участвуете. Да, и территориальная реформа у вас касается, наверное, напрямую. Она касается не просто нас, она касается конкретно меня, по той простой причине, что я, например, сразу начинаю рассуждать, я живу в 50 метрах от границы Салкраса, но в Лимборгском крае. Да, и поэтому меня очень, во-первых, конечно, я сочувствую, и это действительно, вот, эти, ну, то, что господин Домброва там придумал, да, это мне не очень нравится всем, кто живет вообще в Лимборгском крае, и кто живет в Скулте. Да, и, конечно, есть чисто практический вопрос, потому что одно, сколько, скажем, придется платить за налог в Лимборже, и сколько, скажем, Салкраса, это будет интересно, но я не знаю, я не знаю. Это мы увидим, так сказать, как говорит господин Венедиктов, будем наблюдать. Будем наблюдать. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать, что с точки зрения вообще вот этого политического процесса, вот, если предположим, та же новая консервативная, мы знаем, что у них была неудача на выборах в Европарламент, если, допустим, я понимаю, что мы сейчас спекуляцией занимаемся, то, если, допустим, у них будет неудача на выборах в Лежскую Думу, это же будут какие-то же еще и политические последствия, могут быть, по крайней мере. Ну да, но это такое, знаете, я думаю, это, если это произойдет, и как-то она начинает подвергаться какой-то эрозии, но это в какой-то степени будет закономерно, да, потому что, действительно, партия одного вопроса, причем, я имею в виду, что связана борьба с коррупцией, так сказать, вот мы покажем, мы не позволим, а с другой стороны, вот эти все лозунги по поводу верховенства права, и мы уже набралось много примеров, когда просто, так сказать, диву даешься, вот это понимание, ну, начиная с письма господина Борденса, знаменитого, всем послан, да, и кончая тем же самым Юрышем, который, это до сих пор мне не ясно, так, будучи сотрудником КНАБа, консультировал ли он вот этого российского банкира или нет, да. Это пикантно для консервативной особенности. Да, и он так, вы заметите, во всяком интервью он как-то так очень ловко уходил от этого прямого вопроса, да или нет, будучи человеком КНАБ. Так что я думаю, что это, ну, это прежде всего приведет к тому, может привести к тому, что, ну, что эти требования новой консердерной партии станут, ну, я бы сказал, немножко более истеричными, да. И вот это может привести к тому, что коалиция может закачаться. И вот заметьте, уже совершенно ясно, наверное, мы вообще даже не обсуждали вопрос о том, попадет ли КПВЛВ в Рижскую думу. Да, мы как-то даже подзабыли. Подзабыли о том, что они существуют, а ведь они-то потратили. Больше всех. Больше всех, да. Это будет самая дорогая компания, потому что просто будет эти 160, сколько тысяч, они до 24 августа заплатили, это уйдет куда-то, так сказать, в трубу совершенно. А вот интересно тоже, вот, что касается господина Борденса, вами упомянут, как он, в принципе, опытный политик, мог допустить такой политический просчет, публикацию этого скандального, скандальной новой кадастровой стоимости. Избиратели это могут хорошо запомнить. Я понимаю, что еще время до выборов семь есть, но ведь надо же было посмотреть, что это такое. Ну, это же, в принципе, бомба. Сейчас, конечно, пытаются всеми силами пожар потушить, говорят, заморозим до 26-го года. Хорошо, что не сказали до 22-го века, но ведь это, в принципе, вызвало шок вообще. Не только у бизнеса, который подсчитает, что гостиницы в год должны будут платить налог 3 миллиона в Риге. Они сказали, ну, давайте мы сразу закроемся, не будем мучиться. А уже про тех, кто, многие знакомые тоже, которые живут в небольших домах, семейных. Они сказали, слушайте, мы посчитали 12 тысяч в год, это нам конец, мы будем продавать свое имущество, пойдем по миру. Как можно было это допустить? Я не могу это понять. Это что-то такое, самоубийство какое-то политическое. Ну, мне кажется, что здесь у него были сразу надежды на то, что, надо сказать, как-то там договориться. Но я не знаю, я честно говорю. Ну, согласитесь, что это политически было? Ну, вы знаете, у Борденса очень много таких. А письмо, то, что вы сказали, послал? Письмо, это вещи, когда ты не понимаешь, что есть такое ощущение, что человек как-то действительно, хотя опыт это ему не занимает. Не занимает, с 90-х годов. В 90-х годах в его скольких партиях побывал, да, а в то же время, в то же время, вот такие ляпы совершенные, которые потом, ну, все говорят, да, не мы это, вот он, так сказать, он сам. Да, же все же правящие правящие, правящие скажут, не, не, это не мы. И на этом в какой-то степени, я думаю, показывает, ну, я бы сказал, уровень, ну, и профессионализма, наверное, политики. А вот нациобъединение, вот кажется, самая стабильная партия за последние, не знаю, сколько лет, всегда не сильно больше, там, 5%, хотя бывало и больше. Но всегда очень спокойно проходит, не сильно меняет свои линии, очень строгая линия. Как оценивать их состояние нынче и вот в контексте этих выборов? А я думаю, что вот то, что мы с вами говорили о том, что многие вещи, которые не были возможны лет 15 назад в плане риторики, да, когда, как говорили, нет, нет, ну, так, так, давайте, не будем спешить. И я думаю, даже об этом очень хорошо свидетельствует, ну, та ситуация, насколько я помню, с референдумом, перед референдумом 2012 года, да, когда, ведь в начале было предложение национального объединения о том, что, ну, вот, давайте, введем так сразу латышский язык, только латышский язык и все. И когда латышский избиратель, в общем-то, сказал, нет, не нужно, это, не надо спешить. А потом уже, конечно, это развернулось, ну, как мы знаем, да, и когда, мне очень забавно слышать, когда говорят, вот, вы знаете, вот там, уже когда историю переписывают, и говорят, вот, согласие и так далее. Вот это, Ушако, вот он, я думаю, что кто больше всего не хотел, вот это, чтобы этот вопрос выдвигался на перепланы, это согласие того времени. Это у меня такое впечатление. Хотя Ушаков тогда проголосовал на референдуме за. Да, но в то же время, ну, простите. Он оказался заложником этой ситуации. Он оказался заложником ситуации, в полном смысле, я думаю, что вот это примерно, ну, я, так сказать, понимаю, что латыш должен быть один государственный язык, но поголосуй за два, потому что иначе меня не поймут. Ну, потом он уже стал смелее, например, там, в вопросах Крыма занимал очень четкую позицию в плане нероссийскую уже. Ну, он уже вообще, может быть, стал европейским. Еще, может быть, один вопрос, он не связан с выбором Рижской думы. А я потом скажу насчет национального обвинения, но давайте меня спросите. По поводу вот Гобземса. Удастся ему или не удастся, потому что очевидно, что избиратель, вот, который голосовал за КПВ ЛВ, он остался осиротел, я бы так сказал, да. Вот этот протестный электорат, в основном достаточно молодые люди, и, видимо, Гобземс решил их подобрать. Ну, я так грубо говорю. Как вам кажется, это вообще реально, вот, создать новую такую, не знаю, альтернативу, в какой-то степени популистскую силу, которая бы забрал всех вот такой недовольный электорат? Ну, во-первых, если говорить о популизме, ну, вот, посмотрите, вы спрашиваете меня насчет программ. Ну, они все в какой-то степени элементы, несут в себе элементы популизма. Я все ждал, что кто-то напишет, что теперь не только бесплатный общественный транспорт, а вот те, кто зайдет, он еще ему будет доплачиваться. Но когда было иначе, с другой стороны. Когда было меньше популизма, он же всегда присутствовал? Он всегда присутствовал. Вот в этом смысле, я думаю, что, учитывая все-таки саму ситуацию с тем, как с Кайминшем, да, я не очень верю, что тут что-то новое. Потому что все-таки, знаете, ну, у меня такое впечатление, что наша вот эта партийная система, она как-то стабилизируется все-таки. И вот если посмотреть сейчас на выборы в Рижскую думу, вот, ну, вот то, с чего мы начали. Господин Чекушин, госпожа Озуола, да. Ну, Митрофанова нельзя считать, так сказать, новичком, но у него одна тема тоже. Вот как у национального объединения одна тема, так у господина Митрофанова и Союза русских Латвий, вот, так сказать, вот, это один профиль. Все остальные все-таки, если так посмотреть, то это, ну, я думаю, уже достаточно четко вот эти выборы в Рижской думе показали, что есть такая лига любителей, да, там, или кто-то, ну, просто ради поэкспериментировать. Давайте создадим список из семи, там, восьми человек, да, и, так сказать, просто порисуемся, да, на телевидении будет интересно посмотреть там всем, да. Но без каких-либо особых надежд. А дальше есть все-таки люди, которые демонстрируют все-таки это профессия. И тут хуже. Ну, я все-таки думаю, нельзя отрицать вот тот же самый господин Валайный, скажем, что он, ну, он, знаете, как лучше говорят, дребе позыть, да, то есть знать предмет. Знать предмет, да. Вот, и в этом смысле, ну, уже мне все-таки хочется надеяться, хотя всегда мы видим, и когда-то было представление, вот есть страны такой стабильной демократии, да, мы все еще учимся, учимся. Ну, если посмотреть на Туршу Америку или посмотреть на... Кто там еще учится, да. Если у Ле Пен во Франции, предположим, или у Санкт-Петербурга, то мы увидим, что если умело, да, но я не совсем не представляю, вот какие могут быть сейчас такие темы, которые, я не очень верю в господину Гобзимса. А может быть такая ситуация, ну, говоря о Рижской думе, что если придет к власти правая коалиция, мы сейчас констатировали, что это вполне реальный сценарий, ну, условно правая, да, то они действительно начнут вот какие-то свои радикальные идеи реализовывать. Я имею в виду, там, не знаю, плоды сноса этого памятника освободителям, закрытие, там, детских садов на языках нацменьшинств, или все-таки до такого радикализма коалиция не дойдет? Ну, я думаю, что, что касается, ну, детских садов, мне кажется, что это уже тогда, ну, так очень, уже слишком грубая попытка просто сказать, да, вы, собственно, кто вы здесь вообще. Собираетесь, да? Собираетесь, да, ребята. Ну, конечно, в снос памятника я не верю совершенно, учитывая то, что это не вопрос того, хотим мы этого или нет, это вопрос наших государственных отношений. И, простите, если Европейский Союз сейчас, так сказать, на цыпочках вокруг Белоруссии ходит, да, и, так сказать, и договориться никак не могут, и вполне возможна ситуация, когда Кипр и Греция вообще торпедируют эти любые же санкции против Лукашенко, да. А, и в этой ситуации, ну, Латвия не будет, не верю, в ближайшие, по крайней мере, годы дергать, ну, так сказать, российского медведя за усы и говорить, а, собственно, мы тоже большие, да. Да, да, мы сейчас с этим памятником поговорим. Да, сейчас пройдемся ненадолго, у нас на прямой телефонной линии бывшем Риге Гундерс Бойерс, наушники, пожалуйста, наденьте, Юрис, и, если хотите, тоже можете вопросы задавать. Здравствуйте, господин Бойерс. Здравствуйте. Да, расскажите, ну, следите ли вы за нынешними выборами, как смотрите на них вот со своей колокольни, как вообще оцениваете и кампанию, и то, что вы слышите, видите? Ну, наверное, на колокольни я сейчас не нахожусь, у меня дома первоклассник тоже, и больше, наверное, слежу за этим, чем за нынешними выборами мэра. Но, конечно, из политики, наверное, совсем уйти нельзя, тем более, после такого поста все равно приходится отслеживать, да, так же и того Рига выберет на самый главный свой пост. Ну, вот, ваш предшественник Андрей Сберзенч был у нас в студии, рассказывал, что, ну, это, в принципе, фактом является, что с конца 90-х бюджет Риги значительно вырос, он и растет, и в 4,5 раза за 20 лет вырос. Вот, значит ли это, что все-таки Рига правильно развивается, или там есть вопрос еще эффективного вложения этих средств? Ну, вы знаете, бюджет вырос чисто в цифрах, но если мы берем реальную покупательную способность, то, наверное, на те деньги, которые были 4 раза меньше 20 лет назад, и сейчас можно купить, возможно, гораздо меньше. Рига развития, я бы сказал, что последние лет, ну, 10 точно, но, может быть, и 15, Рига практически никаких радикальных шагов в сторону развития не осуществила. А у вас вот предвыбанная кампания, ну, что-то удивила в ней, нынешняя предвыбанная кампания? Многие говорят, что, ну, не было таких вот политических тяжеловесов на этих выборах. Вот как вам кажется? Да, я на это обратил внимание. У меня многие вещи удивляют, даже вроде бы сильные партии, парламентские партии, похоже, вообще отказались за борьбу с Ригой, за борьбу за Ригу, в том числе и Сасканя. Ну, на самом деле, я ничего плохого не могу сказать о кандидате, но, похоже, что Казим Чпушин, ну, он, так сказать, ничем таким особенным в жизни, наверное, не обменялся. У Линда Озова нет АП, вообще ничем не руководила, никакого опыта в менеджменте нет, и детей нет, и, ну, как бы, вообще, не знает, как даже семей руководить, да, ну, уже собирается город. Ну, Мартин Штатис, вроде прогрессивный, но, вы знаете, свою гильдию предавать нельзя никогда, но нельзя. Он шел на выборы, представляя определенный круг предприятий, и первым, чем он прославился, это всех, как бы сказать, кинул. Ну, вроде бы, очень мало тяжеловечев, и если есть, то они иногда спрятаны в середине списка, возможно, нас ждут еще какие-то такие интересные повороты. Ну, что ж, спасибо большое, господин Бойерс, с нами на прямой телефонной линии был экс-мэрии Гундерс Бойерс. А, да, вот с обзором таким точечным кандидатов согласны? Да, я, по-моему... Аналогичные, да, мысли вы сказали? Вполне похожие оценки, да. А вот еще, что касается, я не помню, кто был, возможно, кто-то с национального блока, что вот с окончанием этой десятилетней эпохи заканчивается эпоха такого одного чуть ли не вождя во главе Риги, переход к командной работе, хотя пока непонятно, да, еще какая команда, но, тем не менее, концептуально. Это вот действительно, это насколько-нибудь важно или это нормально, когда во главе города действительно один человек, явный лидер, у него есть там правая и левая рука, но, тем не менее? Да, вы знаете, вот это одно из немногих высказываний представителей национального объединения, с которыми я согласен. Потому что, действительно, если говорить о вот этим десятилетии, то оно было связано, ну, с явным доминированием одного человека. Ну, да, двух, но, в принципе, одного. В принципе, одного, да. Важных предпосылок развития города будет способность или неспособность, от этого многое будет зависеть. Ну, вы знаете, я буду говорить такими как будто штампами, но это все-таки важно. К диалогу. Потому что, ведь это, я думаю, что если говорить о вот этом последнем десятилетии, то его характеризовал не только один лидер, но и явное отсутствие нормального диалога между этим лидером и, ну, тем, скажем, думской оппозицией, да. Тут я не берусь судить, и это, наверное, надо разбирать и быть там ближе к этому, кто прежде всего был виноват. В конце концов, виноваты были, то есть, одни упрекали лидера в том, что он высокомерен, да. Другие говорили, что они, собственно, только кричать умеют. И у каждого, наверное, были основания для этого, да. Но вот сейчас, мне кажется, это очень важно, что любое развитие нормального, особенно учитывая то, что по определению теперь будет, этого не будет больше. Вот этого я совершенно с этим согласен. Потому что будет, ну, какое-то равновесие сил, да, определенных в рамках, и в рамках коалиции. И я думаю, что и коалиция не будет иметь такого, вы знаете, уже большого преимущества. То есть, не будет коалиции, там, скажем, 50 на 10 или 40 на 20 даже, да. Вот, она будет близко к серединке. Вот это очень важно уметь в таком случае, ну, как-то искать. Ясно, что есть различные точки зрения, хотя эти различные точки зрения будут представлены и, как и в коалиции, так и в будущей оппозиции. То есть, в данном случае, вот это будет такое, вы знаете, разнообразие мнений. И вот тут очень важно найти эту возможность. В конце концов, все-таки центральные проблемы, есть, конечно, проблемы, которые политические, которые уходят на национальный уровень. Но есть, действительно, вещи. Но я не думаю, что вопрос о транспорте или вопрос о том, как лучше договориться о том, чтобы асфальтировать улицы или, например, действительно искоренить в Риге неасфальтированные улицы вообще. Которые, причем, не надо искать даже где-то на самых окраинах. Я долгое время жил в начале улицы Бительник, и там улица Ара еще, которая с такими ямами, да, вот буквально, ну, сколько, в двухсот метрах от ЛМТ, от дворца завода ВЭФ бывшего. И велотрека Марс. Да, и велотрека Марс, да, совершенно верно. Вот интересно, что вот президент Левиц сказал, что он рижанин, и что 10 лет все было плохо. Вот сегодня он проголосовал, и при всем уважении к господине Левицу, я, правда, не очень помню, где он последние 10 лет жил ли он в Риге. Наездами. Наездами. Но он сказал, что все было плохо 10 лет. Нет, я думаю, что это совершенно, я думаю, вы знаете, я с утра был на интервью в Утренней Панораме. Да. И там перед этим они показывают такую нарезку из опроса, то есть, что было хорошо, что было плохо. Вы знаете, я думаю, что вот это, ну, это стремление, когда различные политические силы, и даже, кстати, те, которые участвовали в управлении городом, говорят, ну, вот, это было, это плохо, вот это мы, так сказать, мы там были совершенно подневольными людьми, да, и так далее, да. Да, действительно. Да, и это такая, знаете, ну, такой соревновались, кто бы сказал, чем чернее было это время. Я думаю, что нормально. Ну, во-первых, я бы хочу сказать, есть ли вот эти политические силы, которые сейчас участвуют в выборах Рижской Думы, говорят, мы уважаем позицию избирателей, мы, так сказать, избиратели, вот главный начальник, да. Ну, простите, тогда как эти силы могут объяснить, что, ну, это не один срок, это два с ГАКом, да, то есть, как, и начало третьего, да, ну, как это объяснить, что это? Ну, так и в Сейме эта партия, если уж быть справедливым, набирает по-прежнему еще в протяжении этих годов. Конечно, значит, что-то было сделано, что-то было сделано, и тут, конечно, я думаю, что вообще надо быть просто объективным, я понимаю, в пылу предвыборной борьбы, там, скажешь, все, плохо, мы сейчас придем. Сейчас Ригу тонет. И выдуялись в белом, да, как в знаменитом анекдоте, да. Да, но, простите, но другое дело, вот это надо, наверное, это и действительно важен серьезный разговор, сказать, что было хорошо и что было не так хорошо. И, наверное, можно сказать, что есть какие-то вещи, ну, Рига изменилась к лучшему за эти годы. Мы можем говорить о действительно очень серьезных проектах, связанных с какими-то культурными объектами. Да возьмите песенную, этот, эстраду праздника песни, или возьмите музей здесь вот рядом, через улицу перейти, да. Или возьмите даже то, когда бьют кулаком в грудь и говорят, Рига должна быть более латышской, простите. А кто ввел Лигу? Вначале, помните, как было, говорили там, смеялись, что Лига на асфальте, что это так далее, да. Но пошло. А, пошло. И действительно, это в конце концов оказалось таким важным фактором, который все-таки какую-то часть населения, может быть, привлек, у которых нет, куда он поедет и где он будет это искать, да. Вот, так что было. А с другой стороны, конечно, можно сказать, вот тут, я думаю, господин Боярс тоже прав в том смысле, что все возможности не были использованы. Совершенно ясно. И если посмотреть, даже сравнить, ну, динамику наших соседей, Таллина и Вильнюса, да, ну, простите, вот они нам эти, нас опережают в этом плане. И это вопрос как раз социально-экономический. И заметьте, что меня, вот если говорить о программах, да, то вот если что меня немножко удивлило даже в предвыборной программе «Согласие», там, что касается, я так, попытался там разделить, у меня получилось 14 позиций. Одна из них, вот, скажем, управление горным борьером с коррупцией, да, это демократия, да. У «Согласия» ноль там. Ничего нет. То есть они просто говорят, мы будем продолжать ту же самую социальную политику. Это верно, это, и они могут сказать, да, мы это сделали, и вот ребята оставили вам наследство, да. Но, простите, есть целый ряд вопросов, связанных с экономической политикой, как привлекать и так далее. И тут, я думаю, проблем у предыдущего, предыдущей власти было очень много. И вот в этом плане, наверное, очень важно оценить. То есть не просто ахаять и сказать, ну, вообще все, полный мрак, да, а сказать это было, учиться на этом. Потому что если ты говоришь полный мрак, тогда и учиться не на чем. Тогда, собственно, надо все, так сказать, разрушить, да, и заново построить. Спасибо большое. Будем заканчивать, как говорил господин Венедиктов. Будем наблюдать. Будем наблюдать. Будем наблюдать. Спасибо большое. Политолог, профессор Лу Юрис Розенвал, наш марафон не заканчивается. В 19 часов большие новости, после 20 уже вечерний ночной марафон с, я думаю, первыми какими-то результатами, по меньшей мере, экзит-пулами. Спасибо всем, кто участвует. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.